Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своем дневном уходе за лицом и я сразу предупреждаю, что я не хочу из этого делать марафон и показывать 350 тысяч баночек, рассказывать, как каждый из них, какое имеет огромное значение на самом деле, мне кажется, если подходить к этому довольно реалистично то мало кто, наверное, столько действительно использует средств я в свою очередь выбрала те средства, о которых действительно хотелось бы с вами поделиться потому что я достаточно долго уже их использую и, как мне кажется, у меня получается с помощью этих средств поддерживать очень хорошее состояние кожи и перед тем, как вы поймете, будет полезно для вас это видео или нет я немножко расскажу о себе, о своем типе кожи что касается моего возраста, то мне уже буквально через полтора месяца будет 30 лет и кожа у меня сейчас нормальная, но уже я чувствую, что она начинает быть склонной к сухости чаще и чаще я замечаю, что появляется такое стянутое ощущение кожи также у меня есть явные признаки обезвоживания кожи кожа очень тонкая и, что довольно немаловажно, у меня кожа проблемная потому что если я использую неподходящий для меня уход меня сразу обсыпает радостью всякой, даже в 30 лет подростковые проблемы меня не покидают и мне на самом деле достаточно сложно подобрать продукцию так, чтобы она хотя бы мне не вредила но вот так, чтобы она мне помогала, именно поддерживала то, что есть в хорошем состоянии, может быть частично даже улучшала то это вообще какой-то космос и если то, о чем я только что говорила напоминает вам вашу историю, то я думаю это видео станет для вас очень полезным и давайте начнем с самого простого, именно с умывания с утра я умываюсь только водой, без каких-либо средств потому что на самом деле я пока не нашла настолько мягкое средство для умывания чтобы оно не оставляло после себя ощущение стянутости и такое вот неприятное просто ощущение потому что с утра у меня кожа как раз таки в самом, наверное, хорошем состоянии потому что после ночного ухода она именно очень красиво выглядит она напитана, увлажнена, нет вот этого ни жирного блеска, ни сухости то есть вот как раз идеальный такой вот баланс у меня с утра поэтому я умываюсь сугубо водой для того, чтобы взбодриться, освежиться в общем-то для таких вот целей но что здесь мне хотелось бы упомянуть это как я вытираю лицо, а именно вот такими вот полотенцами это обычное полотенце, я купила их штук 10 упаковки в каком-то супермаркете я уже точно не помню в каком и что отличает это полотенце, это то, что это не какое-то супермягкое полотенце как пушинка, а это достаточно жесткое полотенце для лица которое имеет эксфолирующие свойства на самом деле я пробовала достаточно много разных способов умывания и что касается конкретно вытирания лица то очень многие говорят, что вот такие вот штуки жутко не гигиеничные что нужно пользоваться одноразовыми салфетками я честно говоря пробовала и так, и так и с одноразовыми полотенцами у меня почему-то вообще не сложилась история потому что с ними меня обсыпало больше я не знаю, это как-то странно, но в то же время это мои личные замечания и я от них избавилась и снова перешла на вот такие вот полотенце и мне очень нравится такой способ, потому что он меня полностью избавил от каких-либо шелушений на лице и кстати говоря, я очень много комментариев получаю от вас по поводу того, чтобы я посоветовала как делать макияж с шелушениями какие есть трюки для того, чтобы скрывать шелушения, но на самом деле от шелушений нужно избавляться шелушение это не какой-то отдельный тип кожи, это говорит о том, что вы просто недостаточно скрабируете свое лицо поэтому обязательно, если у вас действительно есть проблемы с шелушениями, используйте химические пилинги химические пилинги есть как очень дорогие, так и очень дешевые в любой ценовой категории сейчас можно найти себе пилинг, но обязательно его нужно использовать и вот такие вот полотенца тоже отлично работают даже вот когда вы просто используете какое-то молочко для снятия макияжа без воды вот так вот это все смывать и в то же время такие полотенца действительно очень хорошо убирают даже самые капризные шелушения и я на себе это проверила, работают 100% последняя оговорка, не думаю, что это даже стоит говорить потому что это само собой разумеется но все-таки скажу, полотенца такие нужно использовать максимум пару раз и потом их бросать в стирку, то есть нельзя им пользоваться неделями потому что действительно бактерий вы там наплодите приличное количество дальше идет именно уход за лицом и давайте поговорим о зоне под глазами вы мне часто пишите, что у меня там особо никаких проблем нет ни морщин, ни мешков а вот у вас такие страшные мешки под глазами и синева под глазами страшная но в то же время мне это, конечно, приятно слышать потому что на самом деле у меня проблем под глазами хватает у меня и мешки есть, и синяки под глазами есть и когда я получаю такие комментарии то я понимаю, что мой уход плюс декоративная косметика конечно, очень многое меняет что касается ухода, я сейчас пользуюсь вот таким вот кремом даже не кремом, а гелем для ухода за кожей век это компания Ааша это индийская косметика и в последнее время мне этот крем под глаза очень нравится во-первых, потому что он идеально подходит на утро ну в принципе я пользуюсь и вечером тоже это гелеобразная текстура, такая похожая на гель для волос быстро, моментально буквально он впитывается и я прорабатываю зону всей орбитальной кости то есть не только под глаз наношу но по всей зоне орбитальной кости прохожусь и с помощью этого крема я держу в тонусе также нависшие веки свои потому что на самом деле если крем наносить только под глаза а эту зону пропускать то со временем, особенно если у вас тоже нависшие веки веки все больше и больше и больше будут опускаться и в какой-то момент вы уже с ними ничего не сможете сделать то есть с молоду лучше следить за этой особенностью я не хочу называть это проблемой это особенность просто строения глаза и за ней лучше следить потому что очень быстро все может опуститься настолько, что веки просто реально будут лежать тяжелым грузом на ресницах и конечно вам это не будет нравиться это точно поэтому наносим вот так вот по всей орбитальной кости очень легкими движениями вбивающими, не растирающими также смотрите на вот эту вот зону вверх скулы потому что там появляются очень быстро мимические морщины от улыбок у многих девушек даже моего возраста и младше здесь уже такие конкретные проблемы с морщинами поэтому, девушки, будьте внимательны следите за вот этой зоной а не только вот здесь, в зоне, там где формируются мешки там где вы видите синеву поэтому всегда думайте на несколько шагов вперед и думайте о вашем будущем что касается этого геля, то мне он нравится тем, что он очень легкий моментально впитывается хорошо увлажняет кожу в то же время пахнет очень приятно вот я такие запахи обожаю это запах таких вот как свежих огурцов немножко с чем-то сладким вот я обожаю такие свежие запахи и в то же время мне кажется, что он хорошо поддерживает мою кожу в тонусе то есть у меня за время использования никаких нареканий к нему нет ни морщин не добавилось ни синевы под глазами не добавилось ни мешков под глазами не добавилось в общем-то это такой вот действительно недорогой крем но очень даже достойный что касается ухода за лицом то здесь я использую вот такую вот сыворотку это сыворотка от компании white mandarin сыворотка витаминный концентрат лифтинг эффект я уже начала смотреть на разные сыворотки и кремы которые с лифтингом потому что после 30 лет считается, что выработка коллагена резко падает и все начинает очень сильно обвисать я уже в принципе начинаю замечать, что тонус кожи совсем не такой, как в 20 лет когда можно было растягивать в разные стороны вообще без каких-либо последствий поэтому вот такие вот всякие сыворотки я вот кстати больше люблю на утро и на вечер сыворотки я с кремами как-то не очень дружу потому что опять-таки мне кажется, что крем слишком сильный для моей кожи и меня тоже обсыпает частенько от кремов а разные сыворотки намного легче и намного легче моей кожи тоже переносятся конкретно эту я уже использую пару месяцев до нового года я еще даже начала ей пользоваться и мне она очень нравится я ее могу использовать как совсем с утра и потом в обед сделать макияж и все будет нормально или же я прям непосредственно перед нанесением макияжа могу ее использовать и в то же время у меня лицо там не жирнится ничего у меня с лица не плывет то есть это такой своеобразный праймер тоже у меня для лица консистенция у него довольно жидкая относительно быстро впитывается то есть не прям мгновенно но буквально там через 30 секунд может быть впитывается и оставляет такую вот бархатистую мягкую увлажненную кожу после себя что касается ухода за губами то здесь у меня какого-то прям явного фаворита нет я в принципе могу использовать абсолютно любой бальзам который у меня под рукой сейчас конкретно достаточно долго я пользуюсь вот этими двумя средствами меняю их в зависимости от настроения сугубо первый это Lucas Papai и второй это Little Bird Organic Pau Pau Balm ну в принципе по большому счету как я сказала то есть любое средство сгодится вот эта мазь она действительно универсальная то есть она не только для губ подходит очень классно тоже она работает на ожогах уже тоже я это проверяла на каких-то царапинах на синяках плохо работает тоже я проверяла но тем не менее это знаете вот такой вот вариант зарубежный вариант мази спасатель как я ее вижу и вот это такой вот типичный бальзам я частенько использую именно его потому что он менее жирный вот этот может прям плавится на губах и аж течь вот так вот по подбородку если ну я конечно преувеличиваю но если вы немножко больше его возьмете чем нужно то он конечно так достаточно сильно жирнит зону губ вот этот такой универсальный ну в принципе я думаю что здесь чего-то прям революционного я не открою вам в плане ухода ну вот и все на этом я буду заканчивать свое видео о своем утреннем уходе за лицом надеюсь оно вам понравилось если у вас есть какие-то вопросы как всегда задавайте в комментариях также я буду рада если вы будете делиться своим опытом возможно у вас есть какие-то секреты и фишки обязательно напишите о них внизу а я буду с вами прощаться до встречи в новых видео пока сегодня мы с вами будем готовить диетическую пиццу я на самом деле огромный любитель фастфуда и было даже время когда мы с мужем ходили чуть ли не каждый день вообще на пиццу но после того как я поняла насколько это вредно все-таки для меня я начала искать какие-то рецепты пиццы из правильного питания и сегодня я вам предложу именно такой рецепт здесь работаем очень быстро наношу дюралайн тонким слоем и сразу поверх наносим пигмент ох я просто в бешеном восторге от этого пигмента посмотрите насколько красиво он переливается это 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 это